Здравствуйте! Вы смотрите новости первого карагандинского. В студии работает Динара Сартаева. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем вам только о главном. В медицинской фирме «Гиппократ» установлено уникальное оборудование. Аналогов ему нет не только в Казахстане, но и в России. Ведущий оператор связи «Казахтелеком» поздравил своего 20-тысячного абонента. В шахтерской столице продолжают строительство медицинских и спасательных пунктов на дорогах Карагандинской области. Уникальное оборудование под названием «Гамма-нож» было установлено в медицинской фирме «Гиппократ». Аналогов ему нет не только в Казахстане, но и в России. Новый аппарат поможет людям бороться с онкологическими заболеваниями. 30 карагандинцев уже смогут воспользоваться современным лечением. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Клиника «Гиппократ» предоставляет карагандинцам разную медицинскую помощь. В этом году заработал Центр стереотоксической радиохирургии и радиотерапии, в котором установили уникальное оборудование под названием «Гамма-нож». Его преимущество заключается в том, что он приостановит патологию в организме с помощью точечного облучения. Воспользоваться услугами клиники решила жительница шахтерской столицы. Курс лечения в среднем составляет 5 сеансов. В отличие от традиционной радиотерапии, больному проводится до 35 сеансов. Пациентка уже оценила преимущества нового аппарата. Она рассказала, как попала в клинику «Гиппократ», но попросила не показывать её лица и называть её настоящее имя. «После операции на почку, у меня была метастаза на лёгкие, у меня онкология областная направилась сюда на лечение, на «Гамма-нож». Здесь мне объяснили, что это больно не будет. Я приняла это, лечение прохожу сегодня уже шестой раз, чувствую себя нормально». Как работает новое оборудование, приехал посмотреть и Акимобласть и Боржан Абдишев. Он познакомился с деятельностью клиники «Гиппократ». «Выполнили срок по новому СЭС, по требованиям технического аппарата». «Вообще у нас пролечено 12. В настоящее время принцип государственного партнёрства широко внедряется в системе здравоохранения нашей страны. Это позволяет в первую очередь привлекать частных поставщиков медицинских услуг. Сегодня ею воспользовались и в отделении стереотоксической радиохирургии, и радиотерапии в клинике «Гиппократ». Без лишней нагрузки на республиканский и областной бюджет, они совместно с частными компаниями внедрили новые технологии и оказывают медицинскую помощь карагандинцам. «Как уже было отмечено, 30 пациентов, которых мы сейчас лечим из нашей карагандинской области, проходят это лечение бесплатно. В последующем мы представим результаты этого лечения в Министерство здравоохранения и будем продолжать вопрос об оплате этих услуг уже для всех жителей республики. И если, допустим, будут к нам приезжать из ближнего и дальнего зарубежья на лечение, то, соответственно, это будут отдельные средства, мы их называем платные услуги». Клиника «Гиппократ» имеет различное медицинское оборудование. Есть компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф. Но, по словам директора клиники «Гиппократ» Надежды Хохловой, не хватало нового аппарата «Гаммы-ножа» для формирования центра радиохирургии и радиотерапии. «Рак не щадит никого, то есть с нуля и до глубокой старости он поражает. Поэтому почему бы нет? Понимаете? И действительно, в Казахстане этого нет, в Средней Азии этого нет. Более того, я могу сказать, что подобный аппарат не стоит и в России, потому что только этот аппарат позволяет лечить опухоли не только головного мозга, все остальные гамма-ножи, они лечат только головной мозг. Наш аппарат, вот его перечисляли, мы уже и доктор, и Трагин Мергенович, он позволяет лечить и легкие, и печень, и поджелудочную железу». Ведущий оператор связи «Казахтелекум» поздравил своего 20-тысячного абонента. За подключение к интернету ID.net молодой каргандинец Ерлан Ахмедкаримов получил нетбук от дирекции компании. Это уже не первый клиент, кто становится счастливым обладателем дороготехники. Ерлан Ахмедкаримов давно мечтал провести в своей новой квартире интернет. ID.fone – получить услуги цифрового телевидения. Таким образом, молодой мужчина решил сделать подарок для своей семьи в преддверии новогодних праздников. «Здравствуйте, мне приятно стать вашим 20-тысячным абонентом. Я пользуюсь вашими услугами ID.net, ID.tv и ID.fone. Хотел бы узнать, какие у вас имеются акции». Оформив заявку в одном из отделений «Казактелекома», глава семейства Ерлан Ахмедкаримов стал 20-тысячным абонентом, кто подключился к услугам ведущего оператора связи нашей страны. За это он получил подарки от дирекции компании. «Как подтверждающий, что вы стали 20-тысячным абонентом здесь, между большим пользователем интернета. Благодарим, поздравляем нашего 20-тысячного абонента». Сегодня продукты компании «Казактелеком» пользуются большой популярностью по всему Казахстану. ID.net – это высокоскоростной интернет. Наряду с высокой скоростью абоненты могут получать безлимитные звонки по нашей стране, подключившись к тарифному плану «Супер Хит». «Мы постоянно проводим акции для наших новых пользователей-абонентов. Акция называется «ID.net дарит подарки». То есть каждый месяц мы среди тех абонентов, которые подключили ID.net, разыграем планшет и многочисленные приятные подарки». Следите за акциями, которые проводит «Казактелеком». Возможно, и вы станете счастливым обладателем ценных подарков. Николай Кровец, Сергей Высокосов, Бактиар Оспанов, Первый Карагандинский. В шахтерской столице продолжают строительство медицинских и спасательных пунктов на дорогах Карагандинской области, которые оснащены всем необходимым медицинским и техническим оборудованием. В ближайшие годы планируется построить еще 40 таких центров. Подробности в следующем сюжете. Согласно программе «Саламатык Казахстана» 2011-2015 годы, в нашей стране начато строительство дорожных, медицинских и спасательных пунктов. Только по Карагандинской области существует пять таких центров. Они должны оказывать своевременную помощь людям, которые оказались в трудной ситуации на дорогах. «В данный момент работает пять таких пунктов. В Нурталдах, в Ахшатау, в Балхаше и в Саршагане. И вот пятый был открыт здесь. Предстоит еще открыть в будущем году возле населенного пункта Ахтубек, на территории Жанаркинского района. И далее возле молодежного района». При медико-спасательном пункте работает и реанимобиль отечественного производства. Он собран на базе автомобиля «Хундай», где есть необходимое реанимационное и спасательное оборудование. «Назначение трассы в медико-спасательные пункты – оказание своевременной экстренной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, также амбулаторно-обратительственным проезжим пассажирам. Трасса в медико-спасательный пункт состоит из двух блоков. Это медицинские блоки и служебные. Если в будущем созданные медицинские пункты на дорогах покажут эффективную работу, то планируется увеличить их число до 40 центров на территории всей республики. Николай Кровец, Габиден Курушпиков, Бактиар, Оспанов, Первый Карагандинский. На канале реклама. Не переключайтесь. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди». Прекрасный выбор за вами. Тревел-мания. И пусть весь мир крутится вокруг вас. Телефон 506-366. «Долина Нанди». ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Орион Один народ, одна страна, одна судьба. Этот лейтмотив послания президента народу Казахстана «Стратегия Казахстан-2050» стал главным обсуждаемым вопросом на 15-й сессии областной ассамблеи народов Казахстана. Ассамбляя народа Казахстана уже давно стала не только общественной организацией, но и политической силой страны, ведь именно здесь объединяются и этносы, и партии в едином стремлении улучшить качество жизни народа. На нашу сессию областной ассамблеи приглашены 95 членов ассамблеи, руководителей государственных организаций, заместителей Акимов, городов и районов, представителей средств массовой информации. Ежегодно на сессии областной ассамблеи народа Казахстана проводится ротация заместителей-председателя. Областной совет ассамблеи выдвинул в этом году кандидатуру Рамиза Шаринова. Такая ротация значительно повышает ответственность всех этносов за межритическое и межконстанциональное согласие, стабильное развитие нашего общества. Казахстанский патриотизм – вот основное условие выполнения целей и задач послания. Наполняется новым содержанием, обретает новое качество на основе доверия государства и граждан. За 18 лет своего развития ассамблея стала важнейшим общегражданским институтом нашей нации. Казахстан стал территорией свободной от этнических конфликтов. Благодаря межэтническому спокойствию и гармонии, пусть честно состоялись экономические и социально-политические реформы. Народом Казахстана созданы экономические, политические и социальные основы для поступательного прогрессивного развития. Базовым условием остается духовное богатство и мощный созидающий потенциал нации. Мы с благодарностью вспоминаем всех, кто стоял у истоков ассамблеи. За это время она снискала серьезную авторитету общественности региона благодаря активной патриотической позиции, бережно храня культуру и язык своих предков, изучая и впитывая богатство казахского языка и культуру казахского народа. На 15-й областной ассамблее народа Казахстана были награждены ее активисты. Золотой медали Берлик удостоились Яркара Аймагомбетов, ректор Каргадинского экономического университета, Анвар Осин, член ассамблеи народа Казахстана, Гулнараим Кунтарбекова, член областной ассамблеи народа Казахстана, Газират Медиубаева, ветеран областной ассамблеи народа Казахстана. Ряду граганинцев Аким области вручил почетные грамоты и благодарственные письма Ассамблеи народа Казахстана. На 15-й областной Ассамблее народа Казахстана были определены задачи на 2014 год и принято обращение к жителям области. Я горжусь тем, что в своей скромной работе вношу определенную лепту в единство, согласие народу нашей республики. В новом году всем, всему народу Казахстана успехов, самое главное – здоровья, чистого неба над землей. Пусть процветает наш родной Казахстан. Сергей Високосов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Первая в Центральной Азии выставка, посвященная Международному дню прав человека, открылась в Карагандинском областном экологическом музее. В эту уникальную передвижную выставку входит около 150 работ победителей самого престижного в мире конкурса фото-журналистики World Press Photo. В Караганде выставка пробудет с 28 декабря по 11 января следующего года. Авторитетный международный смотр фото-журналистики во многом определяет стандарты профессии. Каждый год независимые жюри, состоящие из профессиональных фотографов и фоторедакторов средств массовой информации, оценивают работу претендентов в 9 различных категориях. Свои работы представляют фото-журналисты, агентства, газеты, журналы со всех концов света. В этом году жюри оценивало более 100 тысяч фотографий. Подобный конкурс проводится в 56-й раз. Фотографы интересны в том, что показывают эмоции людей, и в техническом плане очень интересны. Но само содержание, мое личное мнение, оно для меня неприемлемо. То есть на эти фотографии очень тяжело смотреть. Дело в том, что я привык работать в фотографии, которая передает радость, настроение. А здесь совсем другая фотография, которая, может быть, даже удручает и очень сильно давит на психику. Тяжело. Вот это главное, чтобы человек задумался. Именно в том, что здесь возникают споры в общественности, у зрителей, которые приходят, в этом и сила. Значит, мы остаемся неравнодушными. Любой человек, проходящий, он видит иную точку зрения, не ту, которую в телевизоре, в газете. Он видит мнение неангажированных фото-журналистов, те, которые в тяжелом, в тяжелейших условиях, рискуя жизнью, стараются с помощью своего таланта донести те проблемы мирового развития, которые нас должны волновать. В этом году выставка победителей международного конкурса будет представлена на рекордном количестве площадок – 105 галерей и музеев в 45 странах. Выставка привезена в Казахстан при поддержке дипломатических миссий Нидерландов, делегации Европейского Союза, Норвегии, США, Центра ОБСЕ и Канады Сергей Высокосов, Оужас Габбасов, Бахтияр Оспанов, Первый Карагандинский. На стадионе «Шахтер» открылся традиционный каток. В торжествах приняли участие детско-юношеские спортивные школы Караганды. В массовых катаниях смогут принять участие до 2000 любителей спорта ежедневно. Каток залит по всем правилам конькобежного спорта. Ледовый круг имеет 400 метров длины, так что здесь можно заниматься и хоккеистом, и фигуристом. Помимо массового катания, на открытом катке можно будет проводить и областные, и республиканские соревнования. Гостей радуем в течение сезона, как обычно, спортивными мероприятиями, веселыми стартами, эстафетами, торжественными программами, фейерверком. Все это будет в этом сезоне. Еще раз, пользуясь случаем, хочу поздравить всех наших гостей с наступающим Новым Годом, пожелать всем здоровья, счастья, благополучия, новых спортивных успехов, новых побед. Первые посетители уже опробовали лед и остались очень довольны. Массовые катания будут платными, ведь для поддержания качественного льда необходимы серьезные затраты. Первый день пробный, с аттракционами, эстафетами. Такой отдых приносит и здоровье, и радость от общения с друзьями. Сергей Высокосов, Аужас Габбасов, Первый Карагандинский. В центре бокса имени олимпийского чемпиона Серия Касапиева состоялось празднование Нового Года, где в качестве гостей более 30 детей из различных детских домов Карагандинского региона. Данное мероприятие последние несколько лет проводят при поддержке областной федерации бокса. Помимо традиционных игр, конкурсов и подарков, этот праздник нацелен на то, чтобы приобщить детей к спорту и здоровому образу жизни. Дети в неформальной обстановке пообщались с известными карагандинскими боксерами. Среди них и олимпийский чемпион страны Серик Сапиев. Дети тоже должны чувствовать внимание и заботу, потому что они ничем не обделяют. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Алюгал. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода.